Виктор Сэн задает вопрос Виктор, как говорится, по заказу специально для вас и для многих тех, кто хотел бы подобного рода ответ видеть, а не читать, постараемся что-то на эту тему сказать. Я так подозреваю, что вы несколько знакомы с ортодоксальной иудейской традицией, и согласно этой традиции действительно ни свет нельзя включать, ни вообще что-то другое включать, ни компьютером пользоваться, много чего нельзя делать из того, что является обычным делом, не работой для простого человека. Действительно, читая Тор, мы можем видеть, что Бог предостерегает всякого еврея от того, чтобы тот работал в субботу. И в частности, вот в книге Шемот мы читаем следующее. Собрал Маше все общество сынов Израилевых и сказал им, вот что заповедал Адунай делать. Шесть дней делайте дела, один седьмой должен быть у вас святым, отделенным. Шаббат покоя Господу. Всякий, кто будет делать в нее дело, предан будет смерти. И следующий стих говорит, и не зажигайте огня во всех жилищах ваших в день Шаббат. На протяжении столетий еврейские мудрецы, изучая Тору, старались понять, как же по-настоящему исполнить заповедь. Что подразумевается таким простым правилом, не зажигайте огня во всех жилищах ваших. Со временем пришли к выводам, что нельзя делать ничего того, что связано с включением света даже. И сегодня мы не найдем человека, который является приверженцем ортодоксального иудаизма, который включает лампочку даже в субботу. Но этого ли желает Всевышний от нас? Давая заповедь Шаббата, Бог просил Израиль отделить для него целый день. Для того, чтобы евреи не работали, для того, чтобы они учились уповать на Бога, для того, чтобы учились отделять свой разум от суетных мыслей. И это главное, для чего Бог просил освятить Шаббат. Если ты, думая о Боге, включишь свет для того, чтобы читать Тора, будет ли это грехом? Будет ли грехом то, что способствует тебе поиску Всевышнего, а не отдаляет от Него? Что имелось в виду, когда говорилось, чтобы не зажигали огня в субботу? Мы знаем, что на огне готовили пищу. Разновидность работы. На огне готовят пищу. Мы знаем, что огонь нужен кузнецу, когда он делает орудие для войны или для сельскохозяйственных работ. Мы знаем, что огонь нужен гончару. И, в общем-то, огонь это что-то такое, что может способствовать твоей работе. Является частью производственного процесса. Когда мы читаем эти слова Торы, мы видим, что они идут в контексте. В контексте запрета работы в Шаббат. Если посмотреть на это под таким углом, то является ли включение электрической лампочки в своей квартире работой, разновидностью суеты, чем-то таким, чем ты отделяешь себя от Бога, отделяешь себя от покоя пред лицом Господним? Подумайте сами. Давайте прочитаем следующее слово Раби Шабболя. Итак, никто да не осуждает вас за пищу, или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячье, или субботу. Это есть тень будущего. Здесь он говорит о том, что если вы празднуете Шаббат, если вы празднуете Господние праздники, если вы питаетесь так, как считаете нужным, с ограничениями, или же если вы не празднуете праздники, если вы не отделяете Шаббат так, как того требовала тогдашняя официальная традиция, если вы употребляете в пищу то, что принято в той местности, где вы живете, тоже пусть никто не осуждает вас. Действительно, закон это тень будущих благ. Закон, который Бог дал Израилю, он пророчески указывает на Мессию. Все эти сложные правила, постановления о днях, о жертвах, о священстве, все это должно было помочь евреям отделиться от языческого мира во всех аспектах своей жизни. Все это должно было помочь увидеть глубинный жизненный смысл. Подумайте сами, если с такой перспективы смотреть на заповедь, какую пользу мы можем извлечь из правила «не зажигайте электрический свет в субботу». Хорошо, можно сказать, человеку ли рассуждать о правилах Бога, но ведь именно рассуждения мудрецов, да еще продолжающиеся сотнями лет, привели к появлению такого громадного количества подпунктов правил на правило, то, о чем пророчествовал Исаия. И то, что сегодня выглядит как запрет на пользование мобильным телефоном, на проезд на автомобиле в субботу, на включение электрического света, и многое-многое-многое. Разве это не является результатом того, что люди рассуждали над Божьей заповедью и согласно своему пониманию добавили к заповеди «не зажигать огня в жилище» столько-столько-столько. Виктор, если вы желаете быть послушным тому, что вы читаете книги Шемот, действительно не разводите костер у себя в квартире. Можете после этого честно сказать, что вы придерживаетесь заповеди. Если вы не хотите включать свет в субботу, сидите в темноте, дело ваше. Но я не нахожу в Писании, что человек, который пользуется электричеством, согрешит. Я не вижу, что это отделит его от Божьей любви. Я не вижу, что подобное поведение лишает нас милости Бога. Предлагаю вспомнить слова Машеха, которые он сказал в ответ на вопрос одного человека, читающего Тору. Когда у Иешуа спросили, какая наибольшая заповедь в законе, он ответил, что наибольшая заповедь – это возлюби Господа всем сердцем своим, всем разумением своим и всей крепостью своей. И вторая подобная – возлюби ближнего, как самого себя. В этом законы и пророки. Ищите Бога, исполняйтесь Его любовью и будьте свободны в Мессии Иешуа. Благословения вам! Шалом!